Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на первую декаду ноября для знака Зодиака Телец. Давайте посмотрим по всем сферам жизни, что ожидает представитель знака Зодиака Телец в период с 1 по 10 ноября. Мы коснемся сферы отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Ленорман нам покажет сюрприз-неожиданность. Еще мы получим советы. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Телецы, 1 декабря ноября. Что у вас будет происходить в начале ноября? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого есть отношения или брак? Вторая, для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Что у вас? И для тех, кто в поиске работы. Ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? И совет или предупреждение о втором. Сюрприз-неожиданность для норман. Телцы, 1 декабря ноября. Сюрприз или неожиданность. Здесь ленорман предупреждение для мужчины. Вы можете столкнуться с каким-то вероломством, обманом. Это может быть в отношениях, а может быть на работе. Это может быть связано с завистью. Также это кто-то за вашей спиной плетет интриги. То есть карта говорит, что вы можете вот эти 10 дней встретиться с каким-то врагом. Вы смотрите на него, вы можете распознать, что кто-то против вас действовал не самыми честными методами. Это нарушает стабильность равновесия в вашей жизни. Я уже говорю, это может быть дома, я не думаю, что это дома, потому что здесь все прекрасно. Вот в работе у вас какие-то перемены. Также еще может быть здесь какие-то неприятности или преграды вас могут ждать в пути. Например, если вы за рулем мужчин, за рулем будьте аккуратнее. И также проверите состояние своего автомобиля. Ну и от кого-то вы можете получить не очень приятный сюрприз. Ну и еще это раскроем. Я думаю, что это связано с работой. Работа, бизнес. Может быть, конечно, и для тех, кто в поиске отношений. Хорошо, в начале ноября у вас ложится Старший Аркан Звезда. Старший Аркан Звезда всегда символизирует мечты, надежды человека. То есть жизнь налаживается. Вы идете в верном направлении. Может быть, карта говорит, вы успешно преодолели какие-то трудности, проблемы. И сейчас у вас путь к вашей цели уже близок. У кого-то может быть реально здесь исполнение желания. Вот для тех, кто в отношениях или в браке. Здесь может быть предложение руки и сердца, вступление в брак. У кого-то может быть зачатие или рождение малыша. У кого-то решается вопрос, например, с недвижимостью. Может быть, это цель, к которой вы долго шли. Кто-то может начинать какой-то свой бизнес, работу. Вот у нас еще маг. Маг – это предприниматель. Это человек, который работает, как правило, на себя. Это индивидуальная деятельность. Может быть, вы начинаете какой-то проект. Или вы к какому-то проекту присоединяетесь. Если это по работе, то здесь хорошие перспективы на будущее. И удаваться вам все будет легко. То есть карта говорит, что судьба предоставит вам какие-то прекрасные, прекрасные возможности в начале ноября для реализации ваших планов. Самое главное, вот верьте в свою мечту. Даже если она вам кажется вообще несбыточной. Все равно озвучивайте Вселенную, что вы хотите. Хорошо для тех, кто в отношениях или в браке. Здесь ложится десятка кубков. Ну, я ее практически уже озвучила. Еще у кого-то может быть поездка в отпуск. Всей семьей. Или на выходные вы куда-то отправитесь. Также это могут быть какие-то семейные праздники. Вы их организуете. Или вас пригласят. Но это люди, с которыми вам приятно находиться. Это или члены вашей семьи, или близкие друзья. Я все-таки хочу вот эту змею уточнить. Это человек или это преграда-то в чем? Кубики всегда говорят. Или шанс обойти какое-то препятствие на вашем пути. Или случайность, возможность раскрыть чьи-то коварные планы. Или здесь карта показывает мудрость. Ваша мудрость. Это кубики воспользоваться каким-то шансом. Может быть, даже рискнуть. Но это больше для мужчин. И тогда вот этот риск оправдан. Почему-то у меня сомнение. Потому что карты все хорошие. Да, может быть, и есть какие-то преграды на пути к вашей цели. Но вы их преодолеете. Здесь, в данной позиции, это перемены к лучшему. Так, хорошо. Для тех, кто в поиске любви, пятерка. Ну, во-первых, самооценку понимать надо. Может быть, был негативный опыт. Может быть, кто-то вам внушил, что вы недостойны любви. Или вы сами так себя настроили. Конечно, пятерка – это кризис. Это может быть кризис среднего возраста. Это может быть кризис именно в любви к самому себе. Ну, вообще, карта одиночества. Здесь надо любить себя. Постараться полюбить себя таким, какой вы есть или какая. Даже если вы, может быть, считаете, что вы там не такая красивая, стройная. Это не самое главное в жизни. Мы знаем очень много красивых и стройных, которые не нашли свое счастье в личной жизни. Когда человек начинает любить себя, то и окружающие также отвечают вам взаимностью. Давайте сайт посмотрим. Ну, во-первых, вы должны внести ясность в самооценку. Туз мечей – это выход из какого-то лабиринта. Ну, я говорю, здесь – это слово. Слово – это намерение. То есть я красивая, красивый. Я самая лучшая. Я достойна любви. Я ее заслуживаю. То есть это нужно отправлять во Вселенную. Но еще туз – это решиться на новые отношения. Да. Тут как бы карта говорит, что все будет зависеть от вас. Что у нас над николой? А у нас над николой туз кубков. Вот эти страхи, да, что я не заслуживаю, я никому не нужен, не нужна. А здесь вы принимаете решение, и в вашу жизнь приходит любовь. Но в первую очередь любовь к себе. А уже когда вы начнете себя ценить, уважать, любить, то и другие также будут относиться к вам. Не добавить, не убавить. Так, работа, карьера, бизнес. Ложится у нас шестерка. Тут какие-то перемены у вас. У кого-то может быть поездка, командировка по работе. Кто-то, может быть, будет менять работу. По шестерке может быть перемена даже сферы деятельности, профессии. Или смена места работы. Например, вы в одном офисе работали, вас переводят в другой. Это именно локация. Кто-то может отправляться куда-то на заработки далеко. Может быть, вот по работе у вас, там, где вы находитесь, какие-то трудности. Тут вам выпадает возможность, может быть, куда-то переехать. Другой город, другая страна. Да, вот по поводу профессии. Здесь, может быть, кто-то будет менять место жительства. Я говорю, может быть, это и там, где вы живете. А может быть, вы переезжаете куда-то далеко от того места, где вы были. Поэтому, конечно, работу вам придется поменять. А для тех, кто в поиске работают, тут тоже человек стоит. Тройка, да, вот он стоит, он что-то ждет. Ждет, может быть, приглашение. Может быть, ждет переезда. Или когда приходят какие-то документы. То, что открывает для него дороги. Я хочу посмотреть вам еще одну карту. Когда человек работает, да, это карта продвижения по карьере. Это расширение контактов, контрактов, договоров. Это очень хорошее продвижение в работе, в коммерции. Какие-то сделки, может быть, через интернет или с зарубежными партнерами. Но вы-то в поиске работаете. Тут поиск, как бы, говорит, что, скорее всего, там, где вы есть, нет у вас никаких перспектив. И вы планируете куда-то уехать. Вот как здесь мы смотрели. То есть, сняться с якоря, потому что много преград. Давайте вам одну еще карту достаем. Так как это не ваша масть, скорее всего, вы ждете или помощи, или приглашения от какой-то дамы. Это королева кубков. Это, может быть, женщина водной стихии. Или это кто-то близкий для вас. Может быть, родственник. Для женщин подруга. То ли вы ждете от этого человека звонка. То ли какой-то помощи, поддержки. Ну, как бы, по деньгам. Приглашение в какую-то команду или в какой-то коллектив. Или, может быть, здесь эта женщина выступает как протеже. Может быть, нахождение работы. Или, опять же, присоединиться к какому-то бизнесу. Но здесь вас будут оценивать. Тройки – это всегда какой-то переходной этап. То есть, вы ждете вызова от какой-то дамы. Вы приходите. Вам то ли надо тут экзамены сдать. То ли пройти какое-то тестирование. Это когда, вот, показ, да, мы приходим и нам говорят, ну, давай показывай, что ты умеешь. И от того, как вы себя преподнесете, будет зависеть, получите вы работу или нет. Вот почему вам в совет ложится маг. Ведь маг – это человек приспосабливаемый. Это, в каком-то смысле, манипулятор. Но вот он тут показывает фокусы. И вам нужно вот тоже действовать как маг. Вам нужно показать всю свою коммуникабельность. Что вы умеете? Может быть, чуть-чуть приврать. Если того требуют обстоятельства. Красноречие. Да, вот, очаровать. Очаровать этих людей, которые будут вас оценивать. И тогда есть шанс получить работу или вот влиться в какой-то коллектив. Может быть, это вообще чей-то бизнес. Может быть, не так много там людей работают. Но раз вы это ждете, значит, это для вас очень важно. Да. Вот, может быть, звезда в начале ноября. И говорит, что вот какой-то проект. И вам нужно будет вот постараться, чтобы присоединиться к этому. Хорошо. В финансах, ну, умеренность, говорит, или вы ждете поступления каких-то денег, или вы ждете приглашения на работу. И, естественно, пока вы не начнете работать. Это карта ожидания. Еще здесь могут быть траты на здоровье. Может быть, какие-то духовные практики, медитации, обучение. Ну, а так вообще старший аркан умеренности может говорить, что с деньгами все в порядке. Все как бы стабильно. Эта карта еще может показывать, что вы умеете перераспределять средства. Ну, вообще, карта баланса. Баланса равновесия. В конце 10 дней у вас ложится шестерка кубков. Ну, карта, как правило, показывает наш родной дом. Это, может быть, какие-то семейные праздники, торжества. Это когда вот родители приезжают к детям, дети к родителям. Это вот смена поколений. Или там детей вам нужно будет, например, к бабушкам, дедушкам отвезти. Если вы уже бабушки, то вам могут внуков привезти на выходные. Также карта говорит об украшении нашего дома. Когда мы покупаем какие-то красивые вещи, но это для тех, кто, может быть, переезжает, меняет место жительства. Это вот украшать наш дом, создавать такой уютный очаг, куда нам приятно возвращаться с работы. Еще это могут быть какие-то старые проекты, которые вы отложили. Может быть, не было для них средств, возможностей, финансов. Что-то вы сейчас можете воплотить. Это может быть связано с вашими домашними делами, с рабочими моментами. Но это что-то для вас очень важное. Но и в то же время карта может показывать, что кто-то вам окажет помощь в конце этих 10 дней. Ну, вот мы тут смотрели, какая-то королева кубков. Может быть, это вообще ваша мама. А для мужчин, может быть, это ваша супруга или возлюбленная. Мак говорит, если вы ищете работу, будьте активнее. Ну, покажите себя. А если вы хотели что-то начать, может быть, для того, чтобы начать, вот опять, да, может быть, надо, чтобы в вас кто-то вложился. Ну, тогда вам нужно постараться составить какие-то переговоры, разговоры, заинтересовать человека, чтобы он, может быть, вложился в вас финансово. Хорошо, давайте получим для вас совет. Обновление жизни. Я заряжаю силой и энергией. Давайте я прочитаю. В вашей жизни изнутри и снаружи происходит мощный процесс обновления. Очищение осуществляется на многих уровнях. Избавившись от всякого хлама и шлаков, вы сможете подняться на следующий уровень. Освободитесь от ситуации людей, которые балластом тянут вас вниз. Очистите пространство, в котором живете и работаете. Сядьте на диету. Чтобы обновление стало возможным, старое должно уступить место на уму. Вот такой для вас совет. Ну, давайте посмотрим. Маятник. Для тельцов. Маятник, ответь, пожалуйста, тельцам. Первый декан ноября. На их запрос да или нет. О чем бы они ни спрашивали. Ну, Маятник ответил нет. Ну, опять мы смотрим на 10 дней. Да, пока. Ответ нет. Такой у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте пальчик вверх. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.